В перекладину попадает Илья Сафонов, первый такой в прямом и в переносном смысле звонок для нефтехимика, отбивает очень непростой наброс от синей линии Азолин. Кстати, очень хорошее движение по этим минутам у Барса и такое ощущение, что они оживают. Может быть действительно отходят от нагрузок. Михаил Сидоров выводит шайбу из зоны и выход опасный, два в одного и вот так вот в контратаке нефтехимик открывает счет Марат Хайрулин продолжает забивать за Нижнекапскую команду. Вчера в матче против Сибири именно Хайрулин, но без шайбы забросил в основное время. Вот получается за неполных два матча уже третья шайба Хайрулина. Я бы отметил здесь Порядина, конечно. Паузу сделал, Юдина уложил и очень непростую передачу здесь подкидку нужно было. Подкидкой, да. Да, так что... Старая гвардия Акбарса. И бросок. Не доходит шайба до Азолина. Тут все на себя. Ну правильно, как еще выиграть игру. Все на себя. Так, очередной выход 2 в 0. Ух, какая потеря. И это красиво. Это было красиво. Рафаэль Бекмулин 2 в 0. Ребенок родился? Ну поздравляет, он поздравляет, да, вот этим вот таким явным жестом. Не, ну в принципе логично. Вот если бы по-другому игра развивалась, то было бы несправедливо. Потому что нижнекамцы столько моментов создали в этой игре. Здесь 2 в 0. Уже 2 в 0. Но тут сейчас вот, кстати, молодцов гудочек. Он понял, у него что-то идет сегодня. Говорит, отдал. Говорит, хотя уже мог, конечно, сам бросать, да? Не, ну он здорово сделал, кстати. Да, показал, сначала, что его бросали. И тут, я думаю, что Огтямов поверил даже. А вот продолжается вот эта вот сухая игра Ярослава Азолина. Откровенно говоря, он вообще не поверил в то, что будет делать Глухов. И заставил его уехать в угол. Оттуда уже практически попасть невозможно было. Ну, а теперь гудочек. Гудочек, ну что, сейчас попадет? Да, сейчас здорово. Красиво, красиво переиграл Артура Огтямова. Прямо обманул. Обманул, да. Показал уже все, под бросок уже Огтямов подстроился. И тут с неудобной руки все как положено. Да, здорово поднял шайбу. Так, теперь у нас Илья Сафонов. Активен он был в матче. Перекладина. Второй раз, кстати, она играет. Одна была в матче. Вот сейчас в этой серии булитной. Заговорил ворота Ярослав Азолин. Вообще красивая история будет, если он даже ни одного булита не пропустит. Так, Бекмулин. Ой-ой-ой. Неплохо. Ну и давайте отдадим должное Артуру Огтямову. Выручает он свою команду. У него так шайба остановилась, наверное, лед уже плохой. Вот она должна была дальше прокатиться. И на вытянутых руках он бы может быть... Да, вот здесь. Он бы, может быть, ее и поднял бы под перекладину. Но не получилось. Знатный булитер Тарасов. Но и он не забивает. Ну, так достаточно прямолинейно тоже показалось действовать в этом моменте. Нет эмоций у казанцев. Нет эмоций. А Парядин может. Штанга. И остается у нас все на тоненького. 1-0. По-прежнему нефтехимик в этой серии лучше. Ну да, все правильно вроде бы делал. Парядин, но не попал. Коваленко. Коваленко. Ну вот может у него загорятся глазки. Да, красиво. А, забивает. Кстати, очень похож на этот шайб, который забросил гудочек. Тоже показал, что бросает под неудобную, под перекладину. Здорово. 1-1. Ну, молодому дали пробить Якупову. Да, Рауль Якупов шайбой. Ух ты! Попал. И Якупов. Прямо так. Все. Какой-то такой пасть сделал, а? Красиво. Головой плечами напоказывал. Ну, забил. Молодец. Дыняк. Никита бросает, не получился у него бросок. Ну что, все что? Похоже, что да. Пятый это был бросок. Ну, судя по тому, что народ не расходится, наверное, еще будет. Ну, решили просто до конца эту серию, да, доиграть. Попов. Не забивает Данила Попов. И побеждает и в этой серии 2-1 нефтехимик. Не получилось ли в этом утешительном бою Акбарсу победить? Субтитры сделал DimaTorzok